Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья, должна работать по принципу одного окна и быть территориально доступна каждому нуждающемуся. Это то, как должно быть. В Ивановской области в организации данной работы серьезные пробелы. Что поможет исправить ситуацию, обсудили на заседании Совета по делам инвалидов. С 2019 года в нашем регионе будет начата реализация программы формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе и детей инвалидов, на 2019-2020 годы. На реализацию программы выделено более 41 миллиона рублей. К решению общей задачи подключатся практически все исполнительные органы власти, каждый департамент в рамках своей компетенции. В сфере труда и занятости, проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства, содействия самозанятости инвалидов, а также получения инвалидами профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования. Важнейшим звеном в реализации программы станет департамент здравоохранения. Ведомство планирует покупку оборудования, необходимого для реабилитации. Три единицы медицинского оборудования для реабилитационного отделения детская и городская клиническая больница номер 5 города Иваново, который представляет из себя стабилоплатформу с биологической обратной связью. Также велоэргометр роботизированный с возможностью программирования индивидуальной нагрузки и оборудования для психотерапии. А также пять единиц медицинского оборудования для реабилитационного отделения Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации. В сфере социального обслуживания запланировано открыть пять кабинетов и отделений для реабилитации инвалидов, в том числе и с ментальными нарушениями. Также речь идет о внедрении технологии сопровождаемого проживания в деятельность семи организаций соцобслуживания Ивановской области.